Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сегодня у нас в первой части интересный гость председатель правления Рижского зоопарка и заместитель председателя правления партии Согласия, кстати говоря. Добрый вечер, член правления зоопарка. Член правления, да. Ну, нет, наверное, такого жителя Латвии, которого хотя бы раз в жизни не посетил зоопарк, а если есть дети, так обязательно и не один раз, поэтому я думаю, что и вы, наверное, с таким, ну, с тревогой воспринимали это назначение. Может быть, несколько слов о том, как сегодня живет зоопарк. Я понимаю, что январь, может быть, не самый горячий сезон для этого заведения, но сейчас плюсовая температура, так что и сейчас, наверное, есть что смотреть в зоопарке. Да, я думаю, что если говорить о том, что есть ли люди, которые не были в зоопарке в Латвии, живущие, я думаю, что, наверное, есть. Я бы коричился, но... Все-таки? Я думаю, да. К сожалению, но она так может быть. Если говорить о зоопарке, да, есть о чем посмотреть, конечно, это не лето, не теплый сезон, но в зоопарке сейчас до 26 января работает ночи в зоопарке, где можно посмотреть, посмотреть ночную жизнь зверей. Так как в зоопарке все-таки это порядка 500, так можно сказать, наименований, да, и 4000 животных вообще в общем. Мы смеемся, но... То есть хозяйство, в принципе, большое, да? Да. И мы смеемся, но как мне говорят, есть поштучные, да, экземпляры, а есть и по килограммам, которых можно взвешить, да, например. Взвешить, да. Да, но есть чего посмотреть, и да, зима, она балует погодой, поэтому жаловаться по статистике о посещаемости мы не можем, она довольно-таки хорошая, особенно вот погода, когда немножко выходит солнышко, тогда значительно больше, конечно, посетителей. Опять же, видим, что все-таки работа над привлечением туристов в Риге, она работает, и до 13 января такой большой поток был туристов. То есть они добираются из национального зоопарка? Да, конечно, да. Вот я думаю, что у многих была возможность побывать где-то в европейской зоопарке, как это сравнить, вы, наверное, тоже имели возможность в берлинской. Ввиду того, что у меня трое детей, когда мы едем, мы всегда посещаем зоопарк, какой-то из парка. Потому что понятно, что у каждого есть свое мнение, кто-то говорит о том, что хотелось бы большего разнообразия животных, а другие говорят, что нет, в принципе, достаточно для Риги. Вот как вы сами это оцениваете? Все-таки зоопарк – это та структура, которая занимается обучением и информированием детей и жителей, ну, людей вообще, как таковой. Это неразвлекательная, это соразвлекательная, наверное, структура, которая не может, например, похвастаться дискотеками, шумными, например, там, какими-нибудь мероприятиями, а познавательными мероприятиями – да, обязательно. На этот будем ставить уклоны, он сейчас ставится, можно приходить и группами, можно приходить индивидуально, заказав, например, как это, учителя, да, или педагога, который расскажет про любые, например, мероприставляемые виды животных в зоопарке, и довольно-таки интересно получается экскурсия. Очень много приходит классами, школы посещаются, и довольно-таки интересно для людей, для детей, потому что они и привлекают анимацию, и можно потрогать, пощупать, например, животных. Если говорим об инфраструктуре, которую мы видим, например, в других зоопарках, в которых очень много вкладывается финансов, то последняя, наверное, строение, которое было построено, не считая, не считая саванна, которую сейчас в октябре прошлого года сдали, в зоопарке, последнее, до него, до него, да, был последний, это дом жирафов, который, к сожалению, был построен, или с частью, наверное, больше сказать, 12 лет назад. Если мы говорим о том доме, в котором находятся кузнечики, змейки, крокодилы, да, травим, то он 21 год назад был построен. К счастью, очень приграмотное содержание, они выглядят довольно-таки достойно, но очень требуется, конечно, строительство. И тут мы должны уже говорить, наверное, о существовании зоопарка в Латвии. Это все-таки национальный зоопарк, не только рижский зоопарк. Да, хотя это, считая, сирийское муниципальное предприятие, но все-таки, да. Но тут политику мы не можем ни в коем случае подтягивать, как это национальная и, как я говорил, образовательная структура, которая должна образовательно информировать, например, наших жителей, чтобы ребенок понимал, откуда молоко, а не из пачки в магазине. Об этом мы хотим, наверное, в скором будущем уже более-более акцентировать внимание. В 2020 году начнется строительство образовательного центра, сейчас закончилась закупка, но, к сожалению, опять же, мы видим ввиду политики цен, наверное, предполагаемая сумма оказывается, она больше, чем предполагалась изначально. Поэтому уже начали диалог с Варам, министром, с Режской думы насчет того, что делать с этим проектом. Большая часть это от министерства, это финансирование еврофинансов, поэтому я надеюсь, что сможем договориться и тогда договор будет заключен и в строении будет. Таким образом, будет обновление, опять же, зоопарка как такового. Очень многие говорят о том, что можно, почему нет слонов, хотя слонов уже нету порядка более 10 лет. Да. Как и в любом заведении, например, есть евростандарты, также и для зоопарков есть евростандарты. Наш Рижский зоопарк может похвастаться тем, что в прошлом году мы получили сертификат евро-зоопарков, и это мы должны соблюдать со своей точки зрения. для слонов очень мало места в Рижском зоопарке, половина, наверное, зоопарка надо превратить в саланну, и тогда можно говорить… Это большие инвестиции. Да, это большие, не только инвестиции, но это большое вложение и нужно ли. Я думаю, вот, и говоря с коллегами, лучше, наверное, показывать то, что у нас есть в Латвии и в ближайших странах, чтобы акцентировать ту ауру, которая находится у нас в Латве. Вот это направление, но, конечно, будем смотреть и в дальнейшем развивать спектр и разнообразность, например, предлагаемых животных в зоопарке. Так что, может быть, закончить тему зоопарка, наверное, частый вопрос, который дети задают чаще всего, вот мы же понимаем такое количество животных, их надо кормить. То есть, понятно, что это большие средства. Это в основном за счет дотации Ириджеской думы и поданных билетов или, не знаю, спонсоры в основном помогают питанием для животных? Ну, со спонсорами, как и в спорте, наверное, довольно-таки сложно договорить. Вообще зоопарк – это, наверное, то место, в котором люди работают не по необходимости, а по призванию. Я знакомился с людьми, так как недавно начал работать там, и очень многие работают более… Ну, энтузиасты, да? Да, 10 лет, например, там зарплата, она не у великая, поэтому… Животные всех уже знают, да? Да, да. И большая благодарность, конечно, тем сотрудникам, которые вот уже годами работают в зоопарке. Опять же, есть необходимость новых сотрудников, если есть желание и призвание, например, в зоопарке, то можно обращаться в зоопарк со своим предложением по работе, например, да? Но зоопарк, систематически работая по привлечению посетителей, да, порядка 300 тысяч плюс посещаемость в каждый год. Это последние порядка 10 лет, когда посещаемость не падает меньше 300 тысяч. И довольно-таки это много, потому что зоопарк не находится в центре, да? Это все-таки на окраине, туда надо доехать, не каждому это удобно или желание туда ехать, например, туристов, но все-таки знаем своим качеством и подаваемым, например, предложением люди туда едут. Ну что ж, пожелаем успехов зоопарку, но в принципе вы настроены оптимистически с точки зрения, не знаю, оборота средств так, чтобы зоопарк можно было содержать. Я уже не говорю о развитии, это само собой, но чтобы больше было вот эти здания, которые, как вы сказали, уже не новые как-то поддерживают в нормальном состоянии. Да, я по образованию экономист, поэтому... Да, вот я поэтому и говорю, прежде всего, такой экономический вопрос. Поэтому я все-таки как человек, который пришел туда со свежим взглядом и со стороны, наверное, посещения, посетителей больше, да, смотрел изначально на зоопарк, поэтому я смотрю иррационально, что можно, где можно было бы сэкономить те расходы, которые сейчас, ну, например, не нужны или неправильно и рационально используются. Да, есть пара вещей, к примеру, например, да, есть теплица, которую мы вот видим, когда въезжаем в зоопарк на стоянку, нужна ли она или нет, посчитали, что больше необходимости, наверное, в ней нету, и довольно-таки лучше построить новую и меньшего, например, объема, объема, да, но она будет намного качественнее, чем греть воздух, там теплица, которой 30 с чем-то лет, например, да, также про дом слонов, есть идея сделать в доме слонов, который мы видим, да, там на улице стоят сейчас лошадки, зебры, да, там пони, переделать его в обезьянник, так называемый, да, где будет большая обезьяна, разное разнообразие, но там есть милзерги, это бегемоты, бегемоты, да, вот когда вы видели последний раз в зоопарке бегемотов, кого не спрашиваешь, а что они там, разве есть? Да, они есть, они есть, по-моему, два бегемота, два бегемота, две девочки бегемота, но они все время находятся в воде, вот этот наружный бассейн, он уже непригодный, потому что ему более там 50 лет, например, да, внутренний, это неприятный запах для посетителей, и они их не видят, потому что они в воде. Мое предложение было рационально посчитать, сколько это стоит, например, зоопарку каждый месяц, сколько в год, и есть ли рациональный, ну, вот резон, так их там содержать, например, да, пришли к выводу, что скорее всего нет, поэтому сейчас обсуждаем, как можно поменять, потому что зоопарки между собой, они не продают, не покупают животных, они меняют, обмениваются. То есть, условно говоря, вы кому-то увозите битву. Да, мы что-то можем получить сзамен, и в ответ что-то можете получить. И за счет этой экономии мы можем привести в порядок, например, это здание, более-менее, да, в цивильные виды и сделать намного другие, например, интересные, там, как... Для посетителей, для посетителей, да, видных животных, да. Может быть, какие-то экзотические совсем, да, да. Обезьяны, например, там разные, раньше были больше, например, видов обезьян, сейчас их стало меньше, потому что, ну, так как и у людей все-таки жизнь, она еще короче, например, да, и она меняется, да, вирусы, болезни, и сопутствующие еще разные, там, например, лисы, животные, да, так как мы находимся в непосредственной близости к Межопарку, это довольно-таки большой массив, да, лесной, и там тоже есть и лисы, есть и ноты, и это, ну, как-то так, немножко не сопутствует с зоопарку, наоборот. Говорят, что даже они там некоторых птичек. Да, бывает и такое. Да. Переходя, может быть, от такого важного объекта в столице, такого важного, я бы сказал, культурно-образовательного объекта, все-таки вообще к жизни Риги, я уже сказал с самого начала, думаю, наши радиослушатели тоже помнят, что вы заместитель председателя правления партии и согласия, но я думаю, что вы не только политик, но, прежде всего, рижанин, вас не может не волновать то, что происходит в городе. Как вы смотрите на этот процесс, который происходит в Рижской Думе? Здесь есть разные мнения. Одни говорят, что ну что они мучаются, может быть, действительно их надо распустить. Другие говорят, что если бы правящая коалиция в стране не затеяла всю эту эпопею, было бы больше энтузиазма, у депутатов Рижской Думы не было бы чемоданного настроения, они бы, не знаю, как-то бы более эффективно работали. Как вы на все это смотрите? Как рижанин, я смотрю негативно на всю ситуацию, конечно, но считаю, что та Дума, тот созыв, который избрали, они должны все-таки отработать свое время. Не просто отсидеть или думать о том, что они уже гембель, например, или их уже уволили, а все-таки работать, несмотря на те сложности, с которыми они сталкиваются. Все-таки их выбрали жители также Риги, надеясь на то, что они приведут в город в порядок, а не будут заниматься внутренними интригами, делением кабинетов, кресел, всего остального. Поэтому, так как рижанин и как политик, я надеюсь на то, что они все-таки будут работать, будут принимать решения на благо города и его жителей и приводить город в порядок. так как все-таки есть очень большие проекты, которые затруднят, несмотря на их поведение и их взаимоотношения, все-таки, как Рэл Балтик, например, который затруднит движение в городе на порядка трех-четырех лет, и это неизбежно, пока мы это видим, несмотря на то, что говорят, что там какие-то есть недоработки, например, Южный мост, который не закончен, есть, опять же, с коалиционных сил то бишь правительства, там, также палки в колеса насчет уменьшения финансов по кругу, объездной дороги, например, да, с красной длины до зепни конца, да, это, опять же, усложняет все-таки передвижение, и с этим сталкиваемся. Ввиду этого, когда они решают между собой какое-то отношение, то это все, конечно, стоит, и, как мы видим, сейчас на данный момент работа и в комитетах, и в комиссиях, она тоже, несмотря на то, что надо смотреть бюджет, ну, вот, вялотекущая работа, да, я к экспозиции согласия с Асканей, разговаривая, например, с теми депутатами, которые сейчас работают в Туреческой Думе, вижу, что все-таки есть те вопросы, которые мы говорим, да, которые необходимы, ну, и обещали предвыборная агитация, например, наша партия, их надо соблюдать, да, те же самые обеды школьникам, те же самые зарплаты учителями, педагогам, детских садам, ремонты дорог, да, бесплатные проезды, не забываем о том, что все-таки коалиция понимает решение по обучению только на госязыке, что в моем понимании, например, при таком, таком резком повороте, да, все-таки ухудшает качество образования в столице, потому что очень большие классы, и когда это смешанные потоки, тогда, но все-таки по факту мы будем сталкиваться с тем, что качество образования будет падать, ввиду того, что, несмотря на то, что, например, там министр говорит, что нет проблем у нас с учителями, очень большая проблема с учителями, и самая большая проблема учителей госязыка, порядка 24 места постоянно спустят и за свободных. Обучения предметников, да, да, если госязык не могут нормально преподать, то вопрос качества образования не только на уровне школ, например, а университетов, институтов, и опять же зарплата, да, как мы посмотрим, то дотации учителям самая большая в Риге, несмотря на то, что, да, конечно, это за счет самоуправления, да, и это за счет самоуправления, вот, и если говорить о том, что можно обучить учителя за год преподаванию, то я сомневаюсь в качестве, опять же, образования, да, так как сам работал в комиссии по образованию в Семе, да, и знаю, о чем говорю. Вот были у нас в предыдущий раз, если мне не ошибаюсь, если мне память не изменяет, по-моему, в ноябре, да, ну, перед Конгрессом, да, и тогда, конечно, перед согласием стояли задачи серьезных перемен, ну, времени, конечно, прошло немного, наверное, больше, чем два месяца, но, тем не менее, как вы оцениваете то, что сейчас происходит, согласие, перемены, что вы видите, что надо бы еще сделать, что вас устраивает, что не устраивает? поставлены задачи по улучшению качества взаимоотношений между партийцами и на всех уровнях, да, выставлена задача все-таки привести в порядок и работу между ячейками, да, не только, чтобы вы говорили о Риге, в Риге довольно-таки много ячейок согласия, а также и межрегиональные, потому что все-таки нам надо понимать, что межрегиональные связаны с реструктуризацией и самоуправлений, да, плана, который сейчас министр Варам очень быстро хочет реализовать, полностью не готовый, поэтому работают как и на местных уровнях, наверное, да, во всех самоуправлениях сопартийцы так и в Риге и правление происходит каждые там три недели, каждый месяц как минимум мы собираемся работаем над задачами также и очень удобно в том плане, что сейчас например в правлении не только депутаты рижского самоуправления и Сейма, но и региональные руководители городов, опять же они много могут поделиться своими проблемами и скоммуницировать уже непосредственно с теми депутатами, которые работают непосредственно с законодательством. Вот по поводу законодательства вы были депутатами прошлого парламента, сейчас есть возможность у вас со стороны посмотреть на то, что делают депутаты 13-го Сейма, у нас тут провозглашена была бескомпромиссная законность, правительство как раз год исполнилось на этой неделе, вот как вы все это оцениваете? На ваш взгляд этот парламент новый, он слабее предыдущего, сильнее, как вам кажется? Хаос намного больше, чем был предыдущий, я думаю, что сегодня, кстати, год как новое правительство работает, и очень много анализов этих ляпов, которые сделаны. Начну, наверное, с другого. Очень многие люди, которые следят за политикой, спрашивают у нас как согласие, а где же вы, например, а почему вы ничего не делаете? И я хотел бы, наверное, пояснить, что когда из 100 депутатов, например, у нас как партия порядка 24-21 голос, то процентно мы уже проиграем. Но акценты мы всегда ставим, и для того, чтобы понять, что происходит с теми, надо, наверное, более-менее следить и понимать ту структуру работы, как она проходит. Хочу поблагодарить тех депутатов, которые работают всеми в данном созыве, очень активно работают над каждым законом, опять же, и предложениями, но не всегда то, что предлагает, например, оппозиция, а по большому счету 99,9% в этом случае, в этом созыве, просто отпоняется на корню. Это просто оппозиция. И со своей стороны можно немножко поменять там какую-то структуру предложения, например, и подать, если эта идея хорошая. А идея всегда хорошая, потому что мы много общаемся с нашими избирателями, с жителями, например, Латвии, Риги, и коммуникация, она все время происходит, ввиду того, что есть социальные сети, в которых можно просто написать свое предложение. И мне сейчас, не будучи депутатом, очень многие тоже присылают информацию, и я ее также передаю, например, депутатам, которые работают с семьей. Мы подаем свои заявки, запросы, свои министрам, предложения, например, законодательства, и все остальное, на корню их просто рубят. Хотя, я так понимаю, что касается предложений, видимо, социальной сферы, да, в основном? По большому счету, социальная, также и предложение, например, как упорядочить то же самое нелегальную торговлю, да, или вот сегодня, например, я дал информацию депутату Адамсу по торговле опять же нелегальными наркотиками, да, со спайсом. Я сам участвовал в криминализации этого закона, да, в 2012-2014 году, и сейчас мне пришла информация с сайтами, на которых можно купить вот эту вот гадость, да, ну, это наркотик. Да. Я так понимаю, что уже были обращения там в полицию и везде, как-то не было услышано на это, поэтому депутат Сема сегодня подал запрос министру внутренних дел, обратить на это внимание, посмотрим, как это повернется. Вот тоже интересно, вы в самом начале упомянули, что у вас все-таки экономическое образование, но вот мы видим такую интересную ситуацию сейчас, когда все больше и больше источников дохода, ну, фактически закрывается. Вот эта история с нерезидентским банковским бизнесом, почти 12 миллиардов ушло из Латвии, сейчас мы видим, что стремительное падение грузопотока по Латвии, скажем, на дороге, там уже 1500 человек увольняется, порты и так далее. Вот у вас, наверное, тоже возникают вопросы у экономиста, а как государство будет зарабатывать в дальнейшем? Об этом они не говорят. Это из корня вон неправильно, по большому счету, и я, как слушатель вашего радио, зачастую просто вечером я домой, например, слушаю радио, и спасибо вашим коллегам и вам лично о том, что вы актуальные вопросы обсуждаете не только между собой, но и даете высказаться, например, радиослушателям. И я об этом уже тоже звонил, сам непосредственно, по ситуации экономической, я вижу, может быть, не очень приятно, но моя позиция, она такая, что национализация вот портов, которые мы столкнулись сейчас, да, да, буквально за двое суток выкинули, да, в этот случай не попал порт Лепой только из-за того, что готовят порт Лепой к формированию этого порта в необходимость НАТО, да, то бишь военный порт будет. Если мы говорим о остальных Рижском и Венсплосском, то в моем понимании эти порты готовятся на приватизацию. Сначала это будет эта национализация, которую сейчас мы увидим, хотя они говорят, что вот ничего никак не пострадает наша экономика, но извините, меня последний корабль уже вышел с порта Венсплоса и, наверное, в будущем, в скором будущем сюда не приедут. Я пока не вижу, чтобы, ну, кто-то из соседних стран там предлагал запоток сюда ввиду того, что происходит у нас с пансакциями. Даже эти санкции, да, как в последнее время мы видим, да, спорт даже отреагировали, да, Щербатик говорит, что денег больше для тяжеловесов нет, и из государства они тоже денег не получат больше. Ну, о чем мы можем говорить? Сейчас у нас железная дорога закрывает полторы тысячи, но мы говорим о том, что надо Рейл Балтик строить. А кто будет это строить? Ну, Абик, если наша коалиция, правительство говорит о том, что за последние годы, да, за последний год у них упало 15 процентов, а давайте посмотрим, сколько процентов грузопотоков упало за последних пять лет. Ну, за время санкций, например, да, в Россию. В России, да. Сколько мы потеряли, сколько было сокращение с того времени, сколько сотрудников было отпущено, сколько просто уехало сюда. Если говорим о железной дороге, в Эстонии уже железная дорога все-таки частная и принадлежит она партнерам из Океана, американская компания. Они ожидаются для того же сценария, например, у нас в Латвии, когда за дешево можно будет купить не только банки, а и железную дорогу. А какое следующее предприятие в Латвии будет продаваться также за дешево? То есть, вы думаете, что есть такой план приватизации последних объектов государственной собственности, да? По большому счету я вижу только так. Мы очень много часто слышим о том, что мы новое правительство, мы новое правительство. Извините, если поменять название с Веной, ты бы новая Вена, ты бы ничего не меняется. То есть, это партия в правительстве уже последних 15 лет. И давайте посмотрим, как развивается Латвия и в какое направление она развивается. сейчас начали говорить о поставках сжиженного газа сюда, Влад, у нас прямой поток, да, если мы говорим, что надо убрать монополию, хорошо, если инвестор готов построить это все за свои деньги, не вопрос, почему мы, жители, должны оплачивать строительство нового, например, новой базы сжиженного газа, которая будет подаваться в терминал газовый. Тогда, если инвестор приходит, пусть он это делает за свои деньги. Мы будем его покупать, хотим мы или нет, и на этом он будет зарабатывать в любом случае. Но в данный момент сейчас идет речь о том, что мы должны сами заплатить за то, что мы будем покупать. Как это так? Я так понимаю, что вы помните еще в прошлом сейме, где вы были депутатом, шли разговоры, инициативы разные были о ликвидации этой системы ОИК, вот этот КОС. Ну вот пришло новое правительство, сейм отработал, вот новое правительство уже год поработало, и ничего не поменялось. И ничего? Да, просто забыли все, что мы обещали, и живем складно, все классно у них, у них-то точно все классно. Ни одна, ну, ничто не закрытое, все работают, все получают дотации, люди покупают также в двойном размере просто электроэнергию, или мы платим со своего бюджета, да, в двойном размере. Ничего не поменяется. А почему? Потому что те, которые это сделали, этот проект, они так же и правят сейчас. Ну, нельзя поменять или сделать новое название, например, партии, а если посмотрим, то поголовно те люди, которые руководят этими новыми партиями, не буду просто их называть, они так же работали в этих министерствах или секретарями, да, или министрами, или депутатами, но они были в правительстве, они были при политике, они все это создавали, и поэтому мы покупаем свое электричество за дорого и переплачиваем. И кто-то от этого просто имеет. Очень интересно, что какое будет резюме, ну, резолюция у комиссии по следственной комиссии, как они обещают сейчас, что будет очень большое разоблачение вплоть до политиков и всего остального. Очень интересно, в ближайшее время это увидим. Но я думаю, к сожалению, это будет просто пшик. Такой, может, последний вопрос. Я знаю, что вы очень активны в Риге с точки зрения работы со спортивными организациями, да, вот, по-моему, в Адгальском предместе Риги, ну, Московский форстат. Вот тоже такой вопрос. Сейчас каких-то, не знаю, спонсоров или государственной помощи вообще для развития такого массового спорта, вот те люди, которые не для спортивных достижений рекордов, а для себя, для здоровья занимаются. Что-то вообще можно? Есть какая-то поддержка? Или только, не знаю, с муниципалитета еще осталась, кстати, помощь из Риги? Ну, я думаю, что те организации, которые работали на уровне самоуправления Риги, например, чувствовали ту поддержку, которая была последние те же самые 10 лет. И сейчас вот эта поддержка, она, наверное, под вопросом, не смотря только на мои организации, с которыми мы работаем, в любой, да, любой вид спорта. если говорить глобально по Латвии, то любая спортивная организация столкнулась с проблемой по привлечению спонсоров и по получению финансовых средств с государства. В ближайшие дни был выбор президента баскетбольной федерации, да, и, как мы видим, говорят, что не политикой должен руководить такой организацией, а выбор ли политика, да, и те, то правление, которое было предложено, ну, очень мало активных людей, которые занимаются тем же самым баскетболом в нем есть. И это, к сожалению, так. Да. Вот, может быть, такой последний еще такой вопрос. Все-таки, как вам кажется, есть ли какой-то план, не знаю, Б, у того же латвийского правительства вот на тот период, когда у нас еще не будет еврофонда? Мы видим, что они практически закончились, сейчас мы, если так можно сказать, будем доедать те деньги европейские, которые уже распределены, новых не будет, но следующее поступит, я так понимаю, в следующем году, но реальное их освоение хорошо, если начнется во второй половине 22-го года, то где-то год-полтора мы вообще будем без этой подпитки европейских фондов. Как жить? Из Балтийских стран мы менее подготовлены к такой ситуации, и если правительство начнет сейчас говорить, а они начнут говорить о том, что у нас проблем нет, тогда в любом случае мы с проблемой столкнемся, так как производство, да, оно в каком-то размере может быть и добавляется в Латвии, но все-таки мы увидим убывание производств с Латвией в те же самые страны при Балтике, так можно сказать, в Эстонию, например, в Литву, ввиду налогового обложения, ввиду той же работы налоговых служб, менее спокойнее, та же ситуация с банками, я думаю, те люди, которые работают с транзитом, например, и в транспортной структуре, не дадут соврать, что для них, если они работают с той же Российской Федерацией, а ты хочешь, не хочешь, ты работаешь на транзите, ты будешь с ними работать, то для них уже проблема открыть, например, счет в любом латвийском банке, это большая проблема, да, как мы видим, у нас компания просто закрывается. у многих еще есть счета, они закрываются. Они просто закрываются, да, на спасибо даже не говорят, да, и вам никто даже не расскажет, почему счет ваш закрыт. Да. Поэтому не думаю, что очень будет просто, и я все-таки скептически настроен, но вижу эту ситуацию, что ближайшие, там, два года они будут такие, довольно-таки с потугом и натягом. Ну что ж, Андрей Сморозов у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо вам.